Здравствуйте. Сегодня мне хотелось бы рассказать о модели пространственной, динамической. Она прежде всего феноменологическая, то есть основана на феноменах окружающего мира. И основой к ее возникновению послужили попытка ответов на вопросы, которыми заняты умы многих людей. В природе очень много вопросов, над которыми думают. Например, такие как филотаксис. Филотаксис встречается в природе у растений. Это определенным образом расположенные листья на стебле растения, направление роста волокон деревьев и определенное расположение в соцветии плодов. Например, это шишки хвойных растений или взять соцветия подсолнуха, ромашки. Это все известные вопросы. Но когда рассматривается этот вопрос, то приходит понимание того, что всегда мы встречаемся с правым винтовым движением и левым винтовым движением. Определенное их сочетание в определенных наклонах дает своеобразный рисунок. Но природе это присуще. Значит, она использует какие-то силы, которые строят природу. Ведь когда начинает растение расти, то оно вырастает из малого плода. Есть даже такая поговорка у русского народа. В поле крошка из поля слукошка. Действительно, это про репу. Действительно, что плод репы очень мал в диаметре, но вырастает большое растение. Также взять и деревья. Откуда берутся силы, которые доставляют питательные вещества на большие высоты по капиллярам. Значит, это заложено в природе. И природа использует строение с правым и левым винтовым движением. Вопрос в простонародье называется круги на полях, то есть глифы. Они разные по своей форме, по рисунку. Но их объединяет одно общее. Это четкость границ. Это сгиб стеблей на определенном уровне и в определенном наклоне от центра. То есть с определенным ротором. В некоторых глифах, внутри некоторых глифов, есть, обнаруживается остаточное электрическое магнитное поле. По свидетельству одного очевидца, который оказался вблизи образования глифа, все происходило за считанные секунды. Он рассказывает, что вдруг со всех сторон, по направлению к нему, появилось движение ветра, как будто бы ураган. То есть с шипением и силой, которая пригибала траву. И потом все моментально исчезло. Но осталась примятая трава с определенным рисунком. То есть при образовании таких следов на полях используется какая-то сила, которая имеет пространственное строение. она способна концентрироваться в одном месте. Вот. И очевидно, очевидно, все-таки при своей концентрации имеет вертикальное направление. потому что сходится к одному месту. И в этом месте происходит наибольшая концентрация силы. Если рассматривать такой природный факт, как родники, то есть те источники, из которых начинаются реки, то принято считать, что они образуются по какому-то водоразделу с гребней, который является гребней гор, или вершины холмов. И вода, стекая с гор и холмов, потом образуется в реке. Но это не удерживает... Но выражение родников таким образом не выдерживает критики. Взять хотя бы один очень существенный вопрос. Минеральный состав в образующихся родниках он всегда постоянен по своему составу в любое время года. Родники образуются в любое время года. То есть родники рождаются внутри, под уровнем земли и доставляются к ее поверхности какой-то силой. То есть родниковая вода. Только этим можно объяснить постоянство химического состава и струйность их выхода на поверхность земли. Причем основные источники действительно рождаются в центре возвышенностей и уже потом стекают по их склонам. Или же, если почва мягкая, то находят другие протоки для выхода в стороне от вершины. Но самый главный вопрос, который возникает по поводу рождения родников, это какие силы способны доставить ее на вершины возвышенностей и какие силы используются при синтезе этой воды. Продолжая рассуждать о феноменах природы, нельзя не обратить свое внимание на такой фактор, как природные приметы. Взять, например, вопрос. Ну, допустим, пауки. Пауки активизируют свою деятельность, то есть плетут паутину перед тем, как будет хорошая погода. И, с другой стороны, если паутины нет, значит, через некоторое время будут условия такие, что будет дождь или сильный ветер. То есть пауки способны за некоторое время узнавать, какая будет погода. То есть они знают, они чувствуют причину и потом для своей жизни используют следствие. также взять и другие вопросы. Природные приметы издревле использовались у людей. От этого зависела и жизнь. Но если рассуждать о том, как природа за несколько месяцев узнает, что будет, возникает вопрос, какие силы используются и помогают этому. Что является фактором управляющим, например, пожелтением березы? Если береза желтеет снизу, значит, будет теплая зима. Если сверху, значит, холодная. какое дело в природе до того, какая будет зима? Однако именно этот механизм заложен в природе. То есть возникает вопрос, значит, природа живет по законам причины и следствия. какова же эта причина? Неужели это какая-то программа или какая-то последовательность изменений в силах природы, которая имеет какой-то закон? Если закон, то какой? быть может этот закон существенен не только для нашей Земли, он существенен и для всего космического пространства, для всех планет, для всех созвездий и галактик. ведь если взглянуть на результаты современных исследований космоса, то возникает вопрос. Здесь и сейчас в космосе происходит образование облаков, то есть тех химических элементов, которые исследователи продолжают обнаруживать в космическом пространстве. Причем картины образования этих облаков очень похожи на те, которые мы встречаем на нашей планете, в нашей атмосфере. Давайте посмотрим на то, как же они рождаются. вот по этому адресу есть несколько файлов, на которых кинолюбитель со своего балкона снимает часть неба. там несколько файлов. Сейчас будет показано только три из них, которые вызывают некоторые вопросы. известно, что облачность бывает несколько слоев. Вот облака нижнего слоя. Они образуются и тают здесь и сейчас. Образуется и тают здесь и сейчас. Направление ветра, которое сдувает облачность, расположено в направлении ветра справа налево. Но при этом сами облака сдвигаются под углом к ветру, который их сдувает. То есть сдувает тот пар, который в них образуется. Вот образование облака и сразу же его исчезновение. Облака образуются здесь и сейчас. Из места образования они сдуваются ветром, но в данном случае на этом файле перемещение их под углом направлении ветра. Эти файлы выбраны. Там много съемок. На этом файле также есть образование облаков, нормальное обычное образование облаков, которые тоже образуются здесь и сейчас и исчезают также здесь и сейчас. Но в этом случае при направлении ветра слева направо место образования облаков постоянно. Какие силы оставаясь на одном месте участвуют в образовании пара здесь и сейчас? ПОДПИСМЕНТОР ПОДПИСМЕНТОР на третьем видео мы видим облака верхнего слоя облаков нижнего слоя нет тоже обстановка на фоне те же дома и те же деревья начинается процесс образования облаков нижнего слоя направление ветров справа налево все нормально движение образующихся облаков также слева направо но вдруг образуется следующее что облака начинают двигаться слева направо есть облака двигающие слева справа налево и облака слева направо при том же самом ветре то есть облака двигаются против ветра какие силы участвуют все участвуют в образовании паров воды в атмосфере двигаются против ветра из курса физики когда изучалась свойства газов был такой опыт когда имеется цилиндр закрытый закрытый цилиндр и поршень при движении поршня газ камере сжимается или разряжается но если этот газ сдавить резко и резко разжать то в нем произойдут определенные физические феномены при резком сжатии происходит нагрев и конденсация паров воды на стенках сосуда на стенках цилиндра если же мы резко выдвинем поршень то произойдет разряжение в камере и и произойдет охлаждение газа и конденсация если мы процесс резкого сжатия газа и резкого его разряжения совместим в пространстве в котором есть сужение и расширение то тогда у нас произойдет быстрый нагрев с конденсацией паров и затем при охлаждении их замерзание может быть именно такой способ используется в природе для образования льда летом или же образование снега на южном или северном полюсе где паров влаги в принципе быть не может так как облака образуются здесь и сейчас они ниоткуда не прилетают на северный и южный полюс облака образуясь на тех видео которые видели образуясь здесь и сейчас они образованы какими-то силами которые используют механизм конденсации паров и потом их резкого охлаждения до состояния льда или снега такой механизм может быть образован в случае если силы имеют спиральную структуру которая в проекции на плоскость можно изобразить как тор если мы посмотрим в секторе 12 то увидим что на дальней границе на дальней стенке и на ближней стенке разные длины то есть разное количество воздуха проходя через один и тот же сектор в разных частях такого спирального канала будет иметь разный объем тогда вот это будет дальняя граница это будет ближней границы и пары воды которые находятся в атмосфере проходя через дальнюю границу от дальней границы к ближней будут нагреваться конденсироваться и проходя через участок ближней границы к дальней от ближней к дальней будет происходить их охлаждение и возможно образование кусочков льда и снега эта модель эта упрощенная модель естественно что в природе все достаточно сложнее и это естественно почему потому что если рассматривать филотаксис то там используется не только правое вращение но и левое вращение значит силам которые существуют природе присущи одновременно правое и левое а вот как раз при образ а при структуре спиральных каналов с левым и правым наклоном получается именно такие феномены когда происходит значительное усиление потока во внутренней части мест сечения этих каналов но об этом в других частях частях и структуру до